Доброго Время суток! Бесплатный свет и отопление в вашем доме. Свободная энергия. Очень элементарная самоделка, можно так сказать. Как получить электроэнергию из ноля розетки и заземления. Настолько простая и элементарная, что я несколько раз пересмотрел это видео и не мог врубаться. Неужели это никто не делал? То есть это подбросил мне, наверное, сам Паул Смис, который периодически пишет комментарии на мои видео. Не знаю, является ли он подписчиком моим, но я подписан на его канал. Вот. Суть в чем? Здесь вот есть такая вот коробочка. Мы видим... Здравствуйте. Сегодня я вам расскажу, как получить напряжение от Земли с помощью вот этой коробочки, которую вы можете сами легко... Я чуть-чуть быстро увидел. Эта коробочка предназначена для того, чтобы энергию Земли преобразовать в более высокое напряжение 220 вольт. Все знаете, что в Земле находится напряжение очень мало. И светодиоды они ничего не дают. Потому что электричества мало и яркость света тоже слабая. Поэтому вот придуман такой приборчик, который делает так, что будет лампочка у вас горит 220 вольт, 2 ватта и будет гореть вполне очень ярко. То есть он берет энергосберегающую лампочку 220 вольт, 2 ватта и при помощи вот этого тароидального трансформатора, который с 6 вольт делает 220 вольт переменного напряжения. Еще раз повторяю. В розетку он вставляет здесь проводочки. И потом это все у него запитывается и работает. Честно говоря, я хочу спросить своих подписчиков, мне лень это делать. Ну, возможно, я сделал это. Все, конечно, банально просто. Кто-то вот это вот делал? Я думаю, что это видео уже посмотрел 750 тысяч просмотров. Наверняка кто-то это пробовал делать и наверняка кто-то это делал. Хочу обратиться к подписчикам, объясните, это будет работать или нет. Потому что как бы хочется верить, конечно, что эта вещь будет работать и что можно таким образом обойти ЖКХ и не платить за свет. Повесить, допустим, в прихожую лампочку, которую или еще где-то, где не нужно, допустим, постоянно беспокоиться о включении и выключении. И пусть она там себе горит. И бывают такие места, где нужно постоянный свет для того, чтобы мы как бы могли пользоваться этим электроэнергией. Я, конечно, не могу понять, зачем преобразовывать с 6 вольт на 220. Не проще ли сразу за 6 вольт поставить те же самые светодиоды и чтобы они работали. Но, как он объясняет, это нужно для того, чтобы просто напрямую оно не работает. Только через тор, вот этот вот трансформатор, только так оно работает. Возможно, это так. Он здесь объясняет, в данный момент он делает замеры. Показывает, что на данный момент ноль и земля пока отделяет у нее полтора вольта. Это сейчас он объясняет, я не знаю, чем это связано. Но зимой, когда влажность повышена или дождь, я так понимаю, выделяется около 6 вольт. И на этот трансформатор там будет 220 вольт. Это не нарушает, как говорится, правило. Вы не будете потреблять, на самом деле, счетчик. Якобы не будет крутиться. Я не знаю, как реагируют на это электронные счетчики. Потому что у меня дома стоит электронный счетчик. И у всех моих соседей, и вообще в моем городе везде стоят, я думаю, так, ну, процентов 99,9. У всех электронные счетчики. Будет это считать, не будет, не знаю. Но это, так сказать, своего рода БТГ. На его бы месте я, конечно, бы взял бы просто поставил, допустим, Я в дальнейшем хочу сделать такую батарею для получения лучистой энергии. То, что запатентовал и сделал Никола Тесла. Я думаю, там вообще не будет использоваться никакой ноль от сети. Просто земля и так называемая батарея. Но в будущем это попробую сделать. Хотя бы поэкспериментировать. По крайней мере, там 100% вы не будете зависеть от ЖКХ никак. Здесь вот эту систему нужно действительно проверить. Я бы взял бы сначала, бы отключил одну фазу. Допустим, у меня на каждой фазе стоит, ну, как на лее на фазе, стоит выключатель. Ну, взял его, отключил автомат. И все, посмотреть, как оно будет работать. Как мне кажется, здесь все-таки есть, как бы, вот эта вся система работает. Так называемые блуждающие токи напряжения, которые находятся в земле. Все-таки это не 100% получение электроэнергии с земли. Но, возможно, в этом что-то есть. Я бы хотел еще, пожалуйста, напишите, кто такое делал и как работает. Просто напишите, скажите, да, у меня дел работает. Или нет, это все я делал, ни хрена оно не работает, это обман. Но очень сильно правдоподобно. По крайней мере, вот этому человеку, который, Паул, ну, канал его, вот. Я ему почему-то доверяю. Но, не знаю, возможно, это правда. Вот такое вот видео очень интересное. Так что, пожалуйста, подписываемся на канал, ставим лайки. И обязательно напишите комментарий, что вы по этому поводу думаете. Возможно, в этом что-то есть. Так что, всем всего хорошего. До свидания. Счастья. Удачи. И процветания.